В эфире Полиция 73. Передача о самых заметных криминальных событиях в Ульяновской области и особенностях работы полицейских. Вместе со стражами порядка я, Павел Петриков, и сюрприз еще кое-кто. Расскажу про... Нет, в этот раз не расскажу, а вспомню про самое лучшее и интересное за уходящий 2022 год. Порностудия, наркотики, мошенники, кражи белья и другие резонансные преступления непременно все раскрытые. Выпуск новогодний. Дорогие уважаемые зрители, поздравляю вас. Желаю провести новогоднюю ночь без резонансных событий. Дома, семьей, друзьями, близкими. Обрести мир с самим собой. Следующие выпуски будут длиннее. Сможем лучше раскрывать наши любимые темы. Времени ждет. Поехали. За 11 месяцев уходящего года в Ульяновской области зарегистрировано 11 277 преступлений, что меньше, чем за то же время в году 2021. Криминогенная обстановка стабильная, а это значит, что полиция работает хорошо. Сократилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств, крашимущества, как минимум белья. Смотрите сюжет из ранних выпусков. Угонов, случаев фальшивомонетничества тоже меньше. В итоге региональное управление полиции занимает 13 место по всей России и стало первым среди субъектов ПФО по раскрываемости преступлений. Ответственный, компетентный подход к службе равно результативность. Например, в феврале разоблачили и привлекли к ответственности экстремистов, угнездившихся в исправительной колонии. Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками регионального управления Следственного комитета и сотрудниками регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний выявили ячейку экстремистского движения на территории одной из исправительных колоний. Сергей Сергеенко доложил. По оперативным данным, один из заключенных, занимающий высокое положение в преступной иерархии, на территории исправительного учреждения организовал ячейку экстремистской организации. Также он вовлек в ее деятельность еще трех осужденных. Данные граждане пропагандировали среди осужденных лиц правила и традиции, принятые в криминальной среде. Отрицали любое сотрудничество с администрацией и препятствовали сотрудникам исправительной колонии выполнять служебные обязанности. Прибывшие в колонию оперативники обнаружили и изъяли предметы с символикой запрещенной организации. В отношении лидера ячейки и других подозреваемых в участии в экстремистском движении возбуждено уголовное дело. Дальше ожидаемо суд и справедливо приговор. В апреле сотрудники уголовного розыска отдела полиции Засвияжского района Ульяновска совместно с управлением уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и отделом К регионального УМВД пресекли деятельность группы участников, которые заподозрили в мошенничестве. Сначала я ничего не знала, потом уже... Что конкретно поняли? То, что какие-то действия в мошеннических происходят. Мошенники работали по следующей схеме. В одной из крупных соцсетей создали страницу, куда зазывали всех желающих перестать зарабатывать копейки, работая над дядю. Предлагали взять жизнь в свои руки и обрести финансовую свободу. Как? Сыграть на бирже криптовалют, но не самим, а доверив сбережение опытным брокерам. Далее лишь несколько видеороликов, как злоумышленники привлекали жертв, сыграв на одной из страстей греховных – алчности. Для закрепления успеха демонстрировали большие, а главное – с легкостью заработанные деньги. Сам видишь, не самый профитный день. Так, Стас, что у нас сегодня под конец дня? Сегодня замечательный вечер. Ха! И сначала деньги, правда, возвращали с якобы прибылью. Отдал десятку вердули на 2000 рублей больше. Ну, точно не мошенники. Вложу теперь сотню. Подниму до миллиона и сыграю по-крупному. А в голове уже дорогие машины, путешествия, дома, яхты. Как наяву. Морок развеивается. Когда, вложив сумму больше вместо обещанных богатств, человек не получал ничего. В результате спланированных мероприятий ульяновскими полицейскими на территории городов Самара и Тольятти Самарской области прошло одновременное задержание троих предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. В июне этого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков под прикрытием бойцов «Грома» задержали 38-летнего жителя региона, перевозившего синтетическое наркотическое средство. При осмотре салона автомашины, принадлежащей водителю, 38-летнему жителю города Ульяновска, багажники и оперативники обнаружили 6 пакетиков с наркосодержащим средством «Мефедром» общей массой более 3 килограмм. Партию наркотиков вез из Московской области в родной регион. Дальше рассусовать и сбыть бесконтактным способом. Спецназу «Грома» в уходящем году доводилось вламываться в места, где хранились весьма пикантные предметы обихода. Мужчины, держите себя в руках. Правоохранители пресекли деятельность организованной группы производителей порнографических материалов. Фигуранты организовывали трансляции материалов интимного содержания. На специально созданном интернет-ресурсе пользователи после оплаты получали возможность пообщаться на волнующие темы с девушками в видеочате. Для съемок арендовали коттедж с несколькими комнатами. Предполагаемый организатор отвечал за техническое обеспечение и распределение доходов. Сообщницы искали сотрудниц моделей и обучали их ремеслу. Все изъяли, троих задержали. Зачем он жизнь свою отдал за жизнь другого? Для объяснения в словарях нет слова. На миг задумайтесь и голову склоните перед героем, увековеченным в граните. Это строчки за авторством Максима Горина и сборника поэтических произведений сотрудников управления МВД России по Ульяновской области. Так пишет о сослуживцах, потому что сам знает, как самоотверженно порой приходится действовать, рискуя собой. Стражи правопорядка бросаются буквально в пекло, чтобы нам жилось спокойнее и безопаснее. 30 января на пульт дежурного ОМВД России по железнодорожному району Ульяновска поступил звонок от местной жительницы. На улице Транспортной горит дом. В нем дети, крики которых означают «Время идет уже на секунды». Первыми на место прибыли сотрудники ППС. Лейтенант полиции Расул Куряткин и старший сержант Ильдар Суслин. Не мешкая, устремились в задымленную постройку. Где кричит? Да я слушаю. А? Там, короче, крики стоны были сейчас. Оказалось, кроме двоих детей в пекле находилось еще несколько человек. Детей полицейские укутали в одеяло и перенесли в служебный автомобиль, а затем передали подоспевшим медикам. В преддверии профессионального праздника медалями «За смелость во имя спасения» от имени министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева удостоены двое ульяновских полицейских – Абдулхалик Юнусов и Кирилл Крикунов. Стражи порядка помогли детям выбраться из автобуса, на который упали железобетонные плиты в результате ДТП, произошедшего на федеральной автодороге Каспий. С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно отреагировать на экстремальную ситуацию, помочь человеку, попавшему в беду. Ведь зачастую секунды не имеют решающее значение. Коллеги наказали, что умеют действовать грамотно и быстро, сохранять самообладание и уверенность. Поздравляясь с высокими наградами, за каждую из них история с счастливым финалом. Если кому-то угодно использовать доверие людей ради своих интриг или чтобы нажиться, пусть так. Рано или поздно законное наказание настигнет каждого. Не решайте споры поединками, чтобы не сделаться однажды героем сюжета «Полиции 73». И помните, предупрежден – значит вооружен. Здравствуйте. Добрый день. Павел, как настроение? Новогоднее. Этот человек, в том числе, благодаря которому и происходят выпуски «Полиции 73» – Максим Юрьевич Петрушин, начальник УМВД России по Ульяновской области. Максим Юрьевич, вам слово. Уважаемые зрители телепередачи «Полиция 73», от всей души поздравляю вас с наступающим 2023 годом. Год уходящий был непростым, насыщенный разными событиями. Одно остается неизменным. В любых условиях сотрудники полиции противодействуют преступности, стоят на страже жизни, здоровья, прав и свобод ульяновцев, приходят на помощь каждому, кто нуждается в защите. Можно с уверенностью сказать, что кримногенная ситуация в нашем регионе остается под контролем. Основные усилия сотрудников полиции в уходящем году были сосредоточены на борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и защите прав и свобод и законных интересов наших граждан. Хочу выразить особой слабо благодарности тем, кто оказал посильную помощь стражам порядка в профилактике и раскрытии прав нарушений и преступлений. Благодаря вашей своевременной реакции, оперативных сообщениях в дежурную часть полиции предотвращаются тяжкие преступления. Пусть наступающий год принесет в каждый дом счастье и достаток, здоровье и благополучие. Пусть все добрые замыслы и намерения исполняются. Будьте в курсе самых резонансных преступлений и пронарушений вместе с телепроектом «Полиция-73». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова